Пенемиологическая ситуация в нашей республике? За последние сутки у нас зафиксировано 55 случаев новой коронавирусной инфекции по республике. Из них 42 по городу Якутск. За последнюю неделю, как мы видим, был достаточно серьезный рост. Доходило до 65 случаев заболеваний в день. Но сейчас уже началось постепенное снижение. Сейчас 55 случаев по республике. Мы видим снижение по нашим крупным промышленным районам, по Нюрнгринскому и Мирнинскому. Вместе с тем, в ряде сельских районов у нас заболеваемость за последнюю неделю выросла. Сегодня было проведено расширенное заседание оперативного штаба республики. Мы рассматривали ряд вопросов, связанных с обстановкой по коронавирусу, но и по подготовке к новому учебному году. Что касается коронавируса, я особо обратил внимание профильных министерств. В первую очередь Министерства труда и социальной защиты, что у нас появились, к сожалению, за последний месяц в случае заноса инфекции в закрытые социальные учреждения. Дома престарелых, психонерологические диспансеры. Что, конечно же, говорит о несоблюдении со стороны персонала тех норм, которые не должны как раз допустить появление этой болезни в таких закрытых учреждениях. Поэтому здесь, конечно же, кроме ответственности непосредственно руководителя этих учреждений, необходимо говорить уже и об ответственности непосредственно своего министерства, потому что такая повторяемость, к сожалению, этих случаев с десятками заболевших, это, конечно же, говорит о определенных упущениях в работе непосредственно самого руководства Министерства труда. Я уверен, что все-таки меры будут приняты, и больше таких случаев у нас, такие, какие мы сейчас наблюдаем по городу Якутску, возможно, по Хангалатскому областу, таких случаев у нас все-таки больше не будет. Очень серьезная проблема и была то, что многие амбулаторные больные не лечились, получив назначение у врачей. Сейчас вот мы видим, что последние две недели действует мое решение о том, что амбулаторные больные коронавирусом получают лекарства бесплатно, и это дает свой эффект. Все-таки вот количество таких людей у нас уже уменьшилось, которые не лечатся, в основном все лечатся так, но, к сожалению, я здесь тоже вынужден обратить на это внимание, у нас увеличилось количество тяжелых больных. Сегодня 42 человека в республике находятся в очень тяжелом состоянии, из них 11 на аппаратах искусственной вентиляции легких, в Якутске, в Алдане, в Нерингре. И, конечно же, это говорит о том, что, к сожалению, у нас количество больных тяжелых стало больше, и количество именно пожилых людей, которые болеют этой болезнью, тоже стало больше. Это говорит об определенном уже снижении такой эпидемиологической настороженности со стороны лиц и пожилого возраста, но и со стороны лиц активного возраста. Все-таки меры по сохранению здоровья старшего поколения принимаются недостаточно. Обращено внимание также на работу административных комиссий муниципальных образований, потому что очень много жалоб на работу учреждений общепита, в том числе по городу Якутска, которые работают круглосуточно. И, конечно же, никаких ограничительных мер социальной дистанции не соблюдаются. Мы все видим те кадры, которые распространятся в социальных сетях. Конечно же, это очень печально, но я считаю, что муниципалитетам совместно с Министерством предпринимательства здесь надо принимать более жесткие меры, вплоть до временного закрытия этих учреждений, которые самым наглым образом нарушают ограничительные меры. Так и подводят жизнь людей непосредственно под угрозу. Для начала нового учебного года нам необходимо решить вопросы, в первую очередь, по крупным нашим городам, населенным пунктам крупным, по наличию рециркуляторов воздуха, по обеззараживанию воздуха в образовательных учреждениях. Работа здесь идет, но, к сожалению, недостаточно быстрыми темпами. Мною дано поручение в адрес министра образования Республики Михаила Петровича Сильцева, чтобы неукоснительно были соблюдены все требования. И вот наши крупные школы все, в первую очередь, были к 1 сентября вот этими аппаратами рециркуляции воздуха обеспечены. Ну и в дальнейшем, в ближайшее время, чтобы все образовательные учреждения Республики, это касается не только школ, но и детских садов, это касается и профтехобразования, и высших учебных заведений, соответствовали всем тем требованиям, которые позволяют учебный процесс нормально проводить. Контроль за этим будет очень жесткий. Ко мне обращаются и жители городов и села Республики, обращается педагогическая общественность. И, конечно, этот вопрос находится сейчас уже на моем личном контроле. Уверен, что все меры будут приняты, и 1 сентября наши дети смогут пойти уже и начать учебный год в нормальных условиях. Спасибо.